Есть много собак, которые оставили свой след и вошли в историю по разным причинам. Некоторые из них заставляли нас смеяться в смешных фильмах, другие, как полицейские собаки, а другие спасли много жизней. Этот последний пример – это дело нашего героя сегодня – Аттила. Аттила был 10-летней бельгийской овчаркой, которая умерла в марте 2016 года от рака лимфатической системы. Отличный пес, отличный друг и отличный профессионал попрощались с нами. Хотите узнать его историю? Аттила имеет французское происхождение, потому что вся его семья оттуда. На самом деле, его дед был такой же собакой-спасателем, так что эта собака уже жила в своих венах. Аттила попал в объятия Хосе Мануэля Перекса Зарзы, когда ему было 6 месяцев. С тех пор он стал больше, чем просто домашним животным. Он был ее товарищем, ее верным спутником, другим членом ее семьи и лучшим коллегой. Аттила начал со своего хозяина снизу, в группе собак-спасателей на Канарских островах. Понемногу, видя их большие способности, они вступили в Национальную ассоциацию Испании и Германии, а также Национальная школа гражданской защиты Министерства внутренних дел. Таким образом, им удалось заработать место среди лучших. Благодаря этому обучению он смог стать частью группы по ликвидации последствий стихийных бедствий Испанской школы собак-спасателей. Он также был аккредитован и признан Организацией Объединенных Наций ООН для поиска и спасения от стихийных и неприродных катастроф. Часть его обучения была в поисках Ереми Варгаса, мальчик с Великих Канарских островов, пропавший 9 лет назад. Хотя его местонахождение до сих пор неизвестно, Аттила очень помог раскрыть улики в этом деле. Эта собака спасла жизни десяткам людей, когда они, казалось, потеряли всякую надежду и стала самой ценной собакой в области спасения. Настоящий пример любви к своей работе – это то, что оставило нам это животное.